Рецепты с семьей Савченко. Горячие блюда, сладкие блюда, любимые блюда. Приглашаем вас готовить вместе с нами. Сегодня мы будем готовить мясные шарики с сыром. Добрый день! Приветствуем вас на канале семьи Савченко в рубрике рецепты. Сегодня мы будем готовить мясные шарики с сыром. Для этого нам потребуется куриный фарш или можно взять фарш индейки. 1 килограмм, 2 яйца, 1 луковица, 1 головка чеснока, перец, соль, сыр пармозан и любой твердый сыр, который у вас есть. Также нам нужна 1 кружка муки и 2 кружки кукурузных или рисовых хлопьев и растительное масло. Сейчас мы приступим к рецепту через маленькую паузу. YouTube-канал Семья Савченко предлагает вам не только подготовленные видео, но и возможность распечатать в PDF-формате уроки английского слова, песен с аккордами, уроки игры на синтезаторе, рецепты. И это еще не все. Мы приготовим для вас еще больше подарок, предоставляя вам возможность скачать в MP3-формате все уроки английского языка, песни, музыку. И все это совершенно бесплатно. По вашему расположению, желанию и возможности, вы можете поддержать развитие нашего канала на сайте savchenkofamily.com.ru Спасибо вам за ваше понимание, расположение и поддержку. Спасибо, что вы с нами. Продолжаем готовить мясные шарики с сыром. Что нам нужно сделать? Лук нужно или мелко порезать, или почистить его и потереть на терке. Я теру его на терке, чтобы не чувствовался кусочки лука в самом фарше, а то дети будут все у меня выбирать. Чеснок нужно почистить и пропустить вот через такую вот чеснокодобилку, или тоже потереть на терке. И также перец, и соль, и сыр пармазан. Приступим к работе. Для этого нам потребуется большая миска. Можно взять стеклянную или пластмассовую. Выкладываем туда аккуратно весь фарш. Посыпаем одной чайной ложкой перца. И посыпаем одной чайной ложкой соли. Также высыпаем наш сыр пармазан. И хорошенько все вымешиваем. Аккуратно. Чистим лук. Кто любит много лука, можно взять даже и не одну луковицу. Помоем его. И хорошенько потрем на терке. Хорошо тереть на терке, потому что маленькие кусочки даже незаметны в фарше. И еще раз хорошо все перемешиваем руками. До однородной массы. Теперь возьмем доску и почистим головку чеснока. Для этого нам потребуется ножик. Я беру ножик, кладу и хорошенько надавливаю на чеснок. Когда я это делаю, то шкурка от чеснока просто сама вот так вот отпадает. И получается чистенький, хорошенький чеснок. Так продолжаем проделывать со всей головкой чеснока. У нас получается где-то 8, 9, 10 долек. В зависимости, какой у вас чеснок. Закладываем вот в такую чеснокодавилку, выжималку. И хорошенько выдавливаем в небольшую тарелочку. Если у вас нет такой чесноковыдавливалки, можно сделать просто потереть на мелкой терке. Или ножичком мелко порезать. Выкладываем все в фарш. И опять хорошенько все перемешиваем. Помоем, конечно, руки после всего этого. Достаем наш сыр и режем его. Резать хорошо на маленькие кусочки, чтобы они поместились у вас в вот такую маленькую котлетку, маленькие мясные шарики. То есть, когда вы режете, вы уже себе представляете примерно, какие мясные шарики вы будете делать. Если они будут большие, то можно и большие кусочки. А можно вот такие вот небольшие, чтобы их удобно было закладывать вовнутрь. Теперь берем два яйца, выкладываем их в глубокую тарелочку и хорошенько взбиваем до пышной пены. Берем муку, высыпаем в другую тарелку. Хорошенько вилочкой размельчаем, чтобы не было никаких комков. Я добавила чуть-чуть соли, чуть-чуть перца и чуть-чуть паприки. Теперь берем две кружки рисовых хлопьев. У кого нет рисовых хлопьев, можно взять кукурузные хлопья. Кладем их в пакетик и начинаем вот так вот их размельчать. Можно использовать молоток, а можно вот такую вот каталку, чтобы они превратились почти вот как в муку. И также высыпаем их в глубокую тарелку. Наливаем масло в сковородку и ставим на плиту. Сделали мы фарш, все мы приготовили, а сейчас мы будем с Ангелиночкой делать мясные шарики с сыром. Как мы их делаем? Мы берем фарш, делаем из него кружочек, делаем небольшое углубление и кладем туда маленький кусочек сыра. и закапываем его вот этим мясом, закрываем. Мы закрываем, чтобы сыра не было видно. Катаем кружочек. Вот такой получается у нас кружок. И кладем его на тарелочку. И продолжаем так работать. Делаем небольшое отверстие и кладем туда кусочек сыра. Нажимаем туда и закапываем. Ангелиночка вообще очень любит помогать. Она всегда приходит и очень часто говорит, мама, что тебе помочь, что помочь? Все, и зажми. Так что с такими помощниками, конечно, очень легко работать, очень приятно. И дело быстрее делается в два раза. Так, закапываешь и закрывай его. Вот так. Вот так берем мяско, делаем кружочек, кладем туда сыр и закатываем его туда. Можно делать большие, можно маленькие, по желанию. Если мясо прилипает к рукам, то можно взять воду и обмакивать руки в воду. И вот мы положили в такую мисочку и полотенце здесь, потому что... Можешь макать руку. Потому что когда руки обмакиваешь в воду, то тогда мясо не прилипает, а скользит по рукам. Если кусочки сыра большие, лучше их разделить. Можно просто отщипнуть даже, чтобы... Самое главное, чтобы сыр остался в серединке. Вот, например, я порезала его, но все равно он чуть-чуть большой. Поэтому можно просто отщипнуть его, положить в серединку, закрыть и закатать. Вот Ангелиночка молодец. Последний такой вот мясной, шарик доделывает. Закатала мяско, положила туда сырок и хорошенько его закатала. Вот такую большую тарелку мы сделали с ней. Закончили мы с Ангелиночкой делать митболт. Вот эти вот шарики мясные с сыром внутри. Сейчас я буду показывать, как мы будем их обжаривать. Ангелиночке большое спасибо за помощь. Она большая помощница. Так что ваши детки тоже могут вам помогать. Прежде чем мы будем обжаривать в масле мясные шарики, мы включим духовку на 400 градусов по Фаренгейту или 200 градусов по Цельсию, чтобы она разогревалась. А в это время мы будем обжаривать в яйце и в сухарях мясные шарики. Приготовили муку, яйца и хлопья. Разогрели масло на сковородке и теперь аккуратно берем один мясной шарик, обваливаем его в муке, потом в яйце и потом обмакиваем в хлопки или если у вас есть сухари. И аккуратно кладем на разогретую сковородку. Вот так красиво они аккуратно жарятся. Если мы видим, что уже хорошо пожарилась одна сторона, то аккуратно переворачиваем на другую сторону. Желательно, чтобы вот эти вот шарики прожарились со всех сторон. Неважно, если они прожарятся внутри, главное, чтобы все сделалось снаружи, потому что мы будем их ставить все равно в духовку. Вот такие вот золотистые, красивые они у нас получились. Это занимает не так много времени, потому что на раскаленном масле шарики жарятся очень быстро. Складываем их в противень и ставим в духовку. Духовка должна быть разогретая на 400 градусов по Фаренгейту или 200 градусов Цельсия. Ставим таймер на 15 минут. И ждем. Через 15 минут достаем и эти шарики уже должны прожариться внутри. Вот такие красивые, хрустящие шарики. Добавляйте любой гарнир, макароны или рис, или картошечку. Кладем шарики наверх и поливаем горячим томатным соусом. Вот такие красивые мясные шарики у нас получились. И не просто мясные шарики, а с сыром внутри. Еда получится у вас, как в настоящем ресторане. Ну все, мясные шарики с сыром готовы. Сейчас мы понесем на пробу детям. Вернемся через небольшую паузу. Дженнифа, вкусно? Да. Джунелл? А? Вкусно? Что ты кушаешь? Ну это называется meatball. Да, meatball. Окей, Ангелиночка, ты готовила эти шарики. Тебе нравятся? Да. Кети? Вкусно? Вот видно, что всем деткам понравилось. Спасибо, что смотрели это видео. Я надеюсь, что вам понравился рецепт. Оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы и подписывайтесь на наш канал. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!